Накануне ковчег с мощами Иоанна Крестителя встречали в сочинском аэропорту. Святыню из Израиля привёз представитель Иерусалимского патриарха. Мы счастливы быть здесь. Эта святыня первый раз покинула Иерусалим. Она хранится в нашем монастыре уже много веков. Мы будем рады, если поклониться этой святыне придут жители Сочи. Вчера мощи доставили в храм святого князя Владимира на Виноградной. Сегодня с самого утра православные выстроились в большую очередь, чтобы прикоснуться к мощам проповедника, которые впервые привезли из одного из древнейших христианских храмов греческого монастыря Иерусалимской патриархии. Это одно из самых значимых событий за этот год. И вообще очень редко мы в нашем городе встречаем мощи такой значимости. Эти мощи никогда не вывозились из Иерусалима. И вот мы рады в нашем храме их обрести, поклониться и помолиться этому святому. Иоанн Креститель, он же Иоанн Предтечи, один из самых почитаемых христианами святых. Согласно Библии, он предсказал пришествие Мессии и крестил юного Иисуса. Православные молятся святому в надежде встать на путь духовного преображения. Традиционно у Иоанна Крестителя просят помощи и в житейских вопросах, исцеления от болезни и защите детей. Хочется поклониться им, потому что это мощь Иоанна. Просто хочется прийти сюда и поклониться помощи. Любим Иоанне Предтечи. Он больше из людей, как сказал Господь, на земле. Поэтому это очень важно для нас всех. Это очень бывает редко, когда привозят сюда к нам в Сочи. Святыня будет находиться в Сочи до 21 октября. В ближайшие два дня храм на Виноградной будет открыт с 6 утра и до 11 вечера. Чтобы прикоснуться к ковчегу, смогли успеть все желающие. А 21 числа приложиться к мощам Иоанна Крестителя можно будет до полудня.